Граждане США приходят в себя после снежной бури века. В 11 штатах уже 4 дня объявлено чрезвычайное положение. А ущерб от стихии оценивается в 3 миллиарда долларов. Подробнее в нашем сюжете. Жители восточного побережья США не расстаются с лопатами уже вторые сутки. Они откапывают полутораметровые сугробы, расчищают дорожки. Многие не ходят на работу. Уже второй день подряд объявлен выходным для госучреждений нескольких штатов из-за последствий снежной бури Джонас. На ликвидацию последствий в одном только штате Вирджиния отправлены 13 тысяч снегоуборочных машин и почти 10 тысяч уборщиков. Общая сумма ущерба на данный момент оценивается в 3 миллиарда долларов. На сегодня мой план убрать максимум снега и расчистить путь для своей машины, потому что уже завтра я хочу оказаться за рулем. Снежная буря обрушилась на восточное побережье в пятницу и в субботу в результате столкновения теплого воздуха из Мексики и холодного из Канады. Ветер развел скорость до 100 километров в час. Толщина снежного покрова в разных регионах достигла от 70 сантиметров до полутора метров. В зоне метели оказались около 90 миллионов жителей. 200 тысяч домов остались без электричества. Количество жертв превысило 40 человек. По данным Национальной метеорологической службы, это самый мощный снегопад, начиная с 1869 года. Однако молодые американцы нашли в этой ситуации и комичную сторону. В сети появилась моды на фотографии с так называемыми замороженными штанами. Пользователи выкладывают забавные композиции с затвердевшими джинсами и брюками. Некоторые посчитали их отличным аксессуаром для газона. Тем временем воздух на восточном побережье днем уже прогревается до нуля, а ночью температура снова опускается. Из-за резкого поцепления в некоторых штатах возникла угроза наводнений. Асем Караулова, Яна Городецкая, Информбюро, 31 канал.